МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Напряженная ситуация остается в Авдеевской промзоне. Там российские наемники часто ведут огонь из стрелкового оружия, а совсем недавно ударили из запрещенной артиллерии. Как обороняют позиции украинские военные, расскажет корреспондентка ЮАИ-ТВ Анастасия Фетченко. На Авдеевской промзоне расстояние между позициями украинских военных и опорными пунктами российско-оккупационных войск измеряется десятками метров. Поэтому здесь нужно быть особенно осторожным и внимательным. Враг бьет в основном из стрелкового оружия, рассказывает Алексей. Но две недели назад противник стрелял также из артиллерии. Поздравил с Днем Вооруженных сил Украины, шутит военный. Полупили где-то, недалеко, по соседям. Ствольная артиллерия, именно ствольная, не минометы даже. Ну, погатились полчаса, наверное, а может больше. Что-то я не засекал время. Лупили, лупили, все. Алексей из Донбасса, его родной город был под оккупацией. Его освободили украинские военные. Мужчина мечтает вернуть под украинский контроль все временно оккупированные территории. Всегда учили родителей родину любить. Не Советский Союз, а Украину, Донбасс. Донбасс и Украина. На встрече в нормандском формате 9 декабря политики обсуждали режим полного прекращения огня. Тогда украинская сторона акцентировала на том, что уже 20 раз стороны договаривались о прекращении огня на Донбассе. Однако пророссийские наемники не придерживались режима тишины. Стреляют и сейчас. Чуть меньше, но бывают прострелы. Бывает автоматическое оружие, гранатометы, подствольные гранаты. Полной тишины нет. Я думаю, провоцируют, чтобы потом показать, что это мы не придерживаемся. Война войной, а подготовку к зиме никто не отменял, говорят бойцы. Поэтому, несмотря на недекабрьское тепло, армейцы активно заготавливают дрова. Теплые дрова. А вот такое, что его пока разрубал, тебе уже не надо ни топить, ни буржуйку, ни это. Ты уже согрелся. С одной стороны, нынешняя погода позволяет дольше работать на улице. С другой, из-за туманов и сырости военным приходится лучше отапливать блиндажи и укрытия. Дрова расходуется больше. Андрей и его побратимы надеются на теплую и спокойную зиму. Однако готовы ко всему. Анастасия Федченко, Сергей Линский, Дмитрий Кучурян, ЮЭТВ. Анастасия Федченко, Сергей Линский, Дмитрий Кучурян, ЮЭТВ.